Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Работа будет продолжена. Состоялось 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. 20 дней. Ответчику суд Кассационной инстанции отложил рассмотрение жалобы кандидатов президента Абхазии Алхаса Квецини на решение Верховного суда. Дорога памяти акции Министерства обороны России состоится в Абхазии 20 декабря. В Сухуми состоялось 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазии и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба и заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. В рамках рабочей поездки делегации России в Абхазию Валерия Бганба и Виталия Мутко проинспектировали строительство детского сада в Новом Афоне. Объект был построен и сдан в эксплуатацию согласно инвестиционной программе «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазии». Перед самим заседанием Межправкомиссии президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко, прибывшим в Республику Абхазии с рабочим визитом для участия в заседании Межправительственной комиссии. Подробности у Анастасии Никоновой. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко поблагодарил абхазскую сторону за хороший прием, отметив, что делегация побывала на социальных и инфраструктурных объектах в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. «В целом, все, мне кажется, на хорошем уровне идет и работа. В целом, спасибо за внимание. Мы уже по ходу очень много вопросов обсудили. И, в принципе, по завершению нашей программы, которая в декабре заканчивается, контуры программы подготовлены уже на 2022 год. Это еще вопросы. Так что, в целом, очень хорошее впечатление от университета». Президент Рауль Хаджимба отметил важность обсуждаемых на заседании Межправительственной комиссии вопросов. Среди них будущая инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии и подведения итогов реализации мероприятий предыдущего периода. Мы уже обсуждали. Ну и в узкой части, тут в очереди информация, я надеюсь, на то, что дадут тот позитивный результат, который мы ждем. Несомненно, для нас важна основная, вот, только из-за этой задачи, это реализация тех мероприятий, которые обозначены уже на весь программ. Мы обсуждали то, что сделано за период 18-19 годов, ну, конечно, те мероприятия, которые все за период 20-20 годов выполнены. После встречи Рауля Хаджимба и Виталия Мутко началось 18-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Встречу открыл глава Абхазского правительства Валерий Бганба. За время проведения мероприятий, мы, когда были с Виталией Отечем на университете, мы уже и студентам говорили, только на экономическую часть помощи в Республике Абхазия с российского бюджета выделено 23 миллиарда рублей. Построены многие объекты детских на школьных учреждениях, объекты травоохранения, объекты экономики, как МОЗОВОД, новые объекты энергетики, дороги, определяются около 600 километров. Вся эта работа была проделана с помощью Российской Федерации. Я еще раз от имени Абхазской делегации благодарю за эту помощь. Еще раз благодарю вам, что вы приехали сегодня, в конец Нового года. Важнейшим вопросом обсуждения заседания Межправкомиссии Виталий Мутко обозначил инвестиционную программу «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии». Программа 2017-2019 годов завершается. В ее рамках было реализовано более 170 различных пунктов, отметил заместитель председателя правительства России. Мне радно отметить, что в этой программе было где-то под 170 мероприятий и объектов. Они разного плана, но мы сегодня посмотрели ряд объектов, которые уже завершаются в этом году в рамках программы. Это и школа Гаграх, и в Афоне детский сад. И посетили университет, который также в рамках этой программы реализовывался. И, конечно, надеюсь, что этот год 2019 мы завершим. У нас еще есть над чем работать. До конца года совсем немного времени, и нам нужно завершить программу очень качественно и вовремя и в срок. Безусловно, конечно, мы сегодня обсудим новую программу. Она будет рассчитана на 2020-2022 год. И я знаю, что наши специалисты очень много работали на этой программе. Мы с вами договаривались, ставя перед коллегами, которые разрабатывали программу, что она должна решить несколько важных вопросов в эти ближайшие три года. Это, прежде всего, устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития Абхазии, включая строительство, реконструкцию, капитали, ремонт, объекты энергетической, коммунальной, инженерной инфраструктуры. Это, конечно, должно способствовать привлечению частных инвестиций. Мы сейчас и с президентом говорили на эту тему, что, конечно, нам нужно в инфраструктурных ограничениях как можно энергичнее работать, снимая их. И это транспортные, энергетические, коммунальные системы. Нам хотелось бы, конечно, чтобы эта программа решала эти задачи. Будет продолжена работа над формированием благоприятного инвестиционного климата. Внимание также будет уделено развитию среднего и малого бизнеса. Созданы новые рабочие места, подчеркнул Виталий Мутко. В-третьих, мы завершим строительство объектов, которые уже сегодня заложены, были в нашей программе, особенно в социальной сфере, начатые в 18-19 годах, но которые не завершены. Нам нужно, коллеги, тогда мы договорились погрузить в программу, завершить все объекты. Просто все буквально объекты, которые за предыдущие программы реализовывались. Надо, чтобы у нас не было никаких долгостроев, незавершенных объектов. Очень хотелось, чтобы такой раздел в нашей программе появился. Мы, кстати, вот сейчас были в университете. Я просил бы тоже нам, коллег, этот объект добавить в нашу инвестиционную программу по источникам на изыскательские работы, потому что университет восстановлен. Далее встреча продолжилась без участия представителей средств массовой информации. Анастасия Никонова-Торника, Амичбаса-Срогу-Агухава, Абазатова. По окончании заседания Виталий Мутко и Валерий Ганба подписали протокол 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией, после чего состоялся краткий пресс-подход. Речь идет о том, что мы удовлетворили, понятно, ход нынешней инвест-программы и удовлетворили, самое главное, будущую инвест-программу. Мы и до этого говорили, сейчас говорим, она в основном больше всего инфраструктурных проектов. Это дороги, это энергетика, которая нам очень нужна. Есть социальный проект, это детская больница в городе Сухом, республиканская, которая тоже нам очень нужна. Вот такие в основном параметры. Всего меня немножко волнует объект Порчалово, больница, которую мы не успеваем, к сожалению, в этом году завершить. Остаются там работы, фасадные работы и оборудование. Как будто не очень много, но, к сожалению, за эти 10 дней мы не успеем. Остальные объекты и энергетики, и дороги уже завершены, идет процесс приемка, он тоже немножко сложный. Даже на дороге, кажется, санитетинстанция должна пролегать. То есть есть свои финансы, приемки, которые хотят. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подтвердил, что это его первый визит в Абхазию. И поделился впечатлениями. Конечно, очень хорошее впечатление от Ахона, от Центра, от ЦУКУМа, и, конечно, от ГАГР. Но где, мне кажется, еще больше можно сделать с точки зрения его, скажем, преобразования в такой современной куру? Поэтому впечатления очень хорошие. Конечно, это общение с людьми, мы общались на улице, и с студентами, и с молодежью. Поэтому хочется просто всех, кто здесь очень поздравится с наступающим годом, пожелать спокойствия, счастья, благополучия. Еще раз скажу, что Российская Федерация очень внимательна всегда, и у нас очень теплые дружеские отношения с республикой. И сегодня и президент страны перед нами ставит такие серьезные задачи. Мы понимаем, что есть какие-то, может быть, у кого-то там страхи, вот эта часть населения, что кто-то что-то... Но я могу точно сказать, что со стороны российского и бизнеса, и России, у нас только одно желание сделать все, чтобы сегодня республика больше сама начинала зарабатывать, появлялись экономический потенциал. Поэтому мы будем в этом плане работать. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко в рамках рабочей поездки в республику посетил Абхазский государственный университет и встретился со студентами. На встрече присутствовали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. О том, как прошла встреча с абхазскими студентами, расскажет Виола Барганджа. АПЛОДИСМЕНТЫ Бурными и продолжительными аплодисментами студенты Абхазского государственного университета приветствовали заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Делегацию межправкомиссии встретил ректор Агу Олегу Гварами. Поблагодарив гостей за визит, профессор рассказал об истории вузов, о сложностях его становления и достижениях лучших выпускников, в числе которых известные абхазские спортсмены. АПЛОДИСМЕНТЫ В ответном слове вице-премьер России Виталий Мутко отметил дружеские взаимоотношения двух стран, а также рассказал студентам о главной цели визита российской делегации в Абхазию. Я хочу, во-первых, вас всех поприветствовать студентов, преподавателей, коллег наших. Мы действительно сегодня у нас важный день. Мы в конце года собрались для того, чтобы подвести итоги совместных деятельностей наших межправительственных комиссий по социально-экономическому развитию, взаимоотношению, взаимоотношению между нашими странами, народами. Я хочу еще раз сказать, что между Абхазией и Россией очень теплые, дружественные и очень длительные, глубокие отношения. И, безусловно, я прежде всего хотел бы вам передать огромный привет, пожелания от нашего студенчества. В свою очередь студентам представилась возможность задать гостям интересующие их вопросы. Наиболее смелым оказался вопрос от студента юридического факультета Беслана Арышба. Виталий Леонидович, спорт – одна из важнейших составляющих в жизни студентов. Могли ли вы оказать содействие в восстановлении спортивного комплекса Абхазского консультанта Беслана Абхазии? Какой бы вы хотите его? Этот с рейтинскими кольцами? А там что внутри ничего нет? Я сейчас зайду, посмотрю. У нас, вот, Валерий Анатольевич, всю дорогу, у нас есть экономия по исполнению программы этого года. Он сегодня всю дорогу рассказывал, просил эту экономию направить на определенные нужды. Сегодня я говорю, давай, давай, вот я предлагаю, давай направить на основу. Точно говорю, есть экономия. Вот, Сергей Викторович, как подписант и держатель со стороны российской, я его прошу, значит, вот эту экономию давайте посмотрим. Студентов исторического факультета интересовало оказание содействия в сохранении культурных памятников Абхазии. Я считаю, что мы можем даже с вами сделать отдельную такую подпрограмму, вот давайте мы сегодня даже протокольно сделаем поучение, выберем, сделать такую отдельную подпрограмму, вот восстановление, сохранение там, вот этих памятников истории, культуры, тем более совместно. Потому что вот я по некоторым войскам смотрел, как они, ну, в таком хорошем состоянии, видно, что ухаживают, вот если есть такие, и вас включат эту рабочую группу, вместе будем делать. Поговорим. Поблагодарив студентов за теплый прием, Виталий Мутко осмотрел спортзал Абхазского государственного университета, который на сегодняшний день нуждается в капитальном ремонте. Виола Барганжи, Эдуард Аракелян, Абазатовая. К другим темам. 20 дней ответчику. Суд кассационной инстанции отложил рассмотрение жалобы кандидатов президента Абхазии Алхаса Квицине на решение Верховного суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии до 9 января. Чем судьи мотивировали свое решение в репортаже Марианны Котовой. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административной ответственности, рассматривающая кассационную жалобу на решение Верховного суда. Признать результаты президентских выборов 8 сентября 2019 года законными под председательством судей Тимура Тарба так и не начала рассмотрение суть дела. В начале заседания представитель из ЦА бывшего кандидата в президент Абхазии Алхаса Квицине Инга Габелая выступила с ходатайством об отводе судей Романа Кварчи, у которого истек срок судейских полномочий. По мнению Габелая, закон позволяет продолжать суде вести дело после истечения срока, только в том случае, если его рассмотрение по существу уже началось. В данном случае, на ее взгляд, участие Кварчи в процессе незаконно. В части 9 ст. 295 указано о том, что рассмотрение административного дела в суде кассационной инстанции начинается с доклада судей председательствующей. Все, что было до доклада судей председательствующей, не является началом судебного разбирательства и рассмотрения дела по существу. Соответственно, судья не может начать рассматривать дело, когда полномочия судей прекращены, так как любое его решение при таких обстоятельствах будет неправосумным. Сторона ответчика, напротив, утверждает, что процессуальный кодекс дает право суде завершить дело. Тем более, что на данный момент нет заключения квалификационной коллегии о прекращении полномочий судей Кварчи. Конституционный закон о судебной власти, где прямо четко написано в ст. 130, что прекращение полномочий судей в данном случае, если вы имеете в виду Кварчи, и мы имеем в виду Кварчи, сходя из вашего заявления, сходя из вашего ходатайства, оно может прекращаться только решением квалификационной коллегии. Если у вас это решение, если оно нет, это несостоявшийся разговор, и ходатайство не подлежит, абсолютно не подлежит удовлетворению. Посовещавшись в течение часа, кассационная коллегия огласила решение не удовлетворять ходатайство адвоката Инги Габела и признать право судей Кварчи участвовать в рассмотрении жалобы. Законодатель связывает уход судей со своей должности не с момента фактического истечения календарного срока его пребывания в должности судей, а с фактом принятия квалификационной коллегии судей Республики Абхазия решения прекращения полномочий соответствующего суде в связи с истечением срока. Таким образом, довод представителя административного срока адвоката Габела о том, что на момент подачи кассационной жалобы принятие определения назначения заседания суда кассационной инстанции полномочия судей Верховного суда Республики Абхазия Кварчи прекращены в связи с истечением срока является несостоятельным. Затем ходатайство поступило от стороны ответчика. Адвокат Марина Таня попросила у суда отложить рассмотрение дела, так как им не хватило времени подготовиться к дополнению к жалобе. По мнению адвоката и официальных представителей ответчика, дополнение, касающееся деятельности Центральной избирательной комиссии, гораздо более объемнее самой жалобы. Те доводы, которые новые приводятся во втором дополнении, они идут в разрез с теми доводами, которые заявлены были в основном из того заявления и заявлены к кассационной жалобе. Посовещавшись на месте, суд удовлетворил эту просьбу и перенес рассмотрение кассационной жалобы на 9 января. Лидер оппозиции Аслан Бжане, чтобы поучаствовать в процессе, прибыл из Москвы, прервав реабилитацию. Также в зале суда присутствовал истец Алхас Квициния. Марьяна Котова, Раму Канкия, Абаза-ТВ. Открытие регионального отделения Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в Германии завершило декабрьский рабочий визит делегации конгрессов страны Западной Европы, где проживают представители Абхазо-Абазинской диаспоры. Региональное отделение открыто по поручению председателя Высшего совета ВАГМУ Суэкзекова в рамках рабочей поездки делегации конгрессов страны Европейского Союза, завершившейся 16 декабря. Встреча ВАГ с представителями Абхазо-Абазинской диаспоры Германии проходила в немецкой коммуне Мосбург, где уже 27 лет, начиная с 1993 года, ведет работу Абхазский культурный центр. В него входят более 100 представителей Абхазо-Абазинского этноса Баварии. Была очень хорошая встреча вчера в Мосбурге, это рядом с Утм, с Мюнхеном, собрались Абхазы и Абазины из этого региона, Баварии. Ну что ж, были взрослые, были женщины, были дети. Очень хорошо поговорили о ситуации в диаспоре Германии и также о планах, какие у нас есть, чем мы можем помочь. Я думаю, что было очень все тепло, по-братски. Мы очень довольны нашей встречей. Руководителем вновь созданного регионального отделения ВАК в Германии был избран Тайфун Пачули. Государственный комитет по государственной языковой политике запустил акцию по созданию базы данных для голосовых приложений на абхазском языке, в которой могут принять участие все абхазоговорящие люди старше 18 лет. Как рассказала Псны Пресс, программист Госкомитета Нарт Тлыша, суть акции заключается в том, что любой абхазоговорящий человек может зайти на абхазскую версию сайта Common Voice, произнести в аудиозаписи шаблонное предложение на абхазском языке или прослушать аудиозапись, произнесенную другим человеком, и поставить лайк или дизлайк в зависимости от того, правильно или неправильно произнесено предложение. Дорога памяти акции под таким названием, которая реализуется в Абхазии Министерством обороны России, состоится 20 декабря. В ней примут участие Музей боевой славы имени Владислава Арденба, Посольство Российской Федерации, Министерство обороны Абхазии. Сарей Смыр расскажет подробности. Акция «Дорога памяти», инициированная посольством России в Абхазии, начала свою работу. В ее рамках выемку земли в местах захоронения советских солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны, произведут сразу в нескольких городах республики. Первый пункт, куда мы направляемся, это город Ачамчира. Второй пункт у нас в населенном пункте Дранда находится братская могила 11 советских военнослужащих, к сожалению, безымянных. Пункт номер три – это село Баслата Сухумского района. Там также находится кладбище советских солдат, которые умерли от ран в госпиталях. Далее наш путь лежит в село Нижняя Шара Сухумского района. По словам участников акции, капсулы с частицами грунта из Абхазии разместят на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России в Московской области. Необходимо отметить, что масштабы данной акции достаточно велики. Параллельно организаторы проводят выемку земли в странах Европы, где также проходили военные действия в ходе Второй мировой войны. Это не просто храм, это целый комплекс вокруг, целый мемориальный комплекс, который включает в себя так называемую галерею «Дорога памяти». То есть это современная мультимедийная галерея, где скапливается основной массив информации по участникам Великой Отечественной войны 1941-1945. Эта акция по забору земли – это также часть вклада в эту галерею памяти. Акцию «Дорога памяти» в нашей стране организаторы проведут совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба и Министерством обороны Абхазии. По словам его директором Зии Бея, инициатива была поддержана практически сразу. Она отметила важность данного мероприятия для республики. Абхазия «Дорога памяти» По словам собравшихся, первым местом, откуда будет взята земля для капсулы, станет могила восьми советских подводников в Ачимчире. Акция «Дорога памяти» завершится в Сухуме в полдень. 20 декабря у мемориала неизвестному солдату. Сарья Смар, Торник Амичба, Абаза ТВ Восьмидесятилетию народной артистки Абхазии художественному руководителю молодежного театра Софи Агума посвящена премьера документального фильма «Софа Агума Ехя», который состоится 20 декабря в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Спорт «Шаббат Лого» – лучший футболист года. Нападающий футбольного клуба «Нарт» «Шаббат Лого» по результатам проведенного Федерацией футбола Абхазии опроса назван лучшим футболистом страны 2019. Как сообщает «Чигемская правда», многолетний лидер сухумского «Нарта» летом перебрался в футбольный клуб «Тюмень», где он выступал на непривычной для себя позиции крайнего защитника. Сейчас «Шаббат», которого не устраивают амбиции, «Тюмень», выступающий в Лиге Олимп, профессиональной футбольной лиге России, собирается сменить клуб. Возможно, новым местом работы станет дальнезарубежье. По крайней мере, последний месяц он индивидуально готовился в Сербии, где на него наверняка обратили внимание. Второе место в рейтинге опроса занял полузащитник футбольного клуба «Ритца» Виктор Пимпе. Третьим стал защитник футбольного клуба «Нарт» Анри Хагба. Абхазская спортсменка Эрика Кварчи стала бронзовым призером первенства России по теннису в составе команды Самарской области, рассказал спутник, первый тренер спортсменки Беслан Корчава. Это было первенство России по теннису среди юниоров. Эрика была самым младшим участником турнира, ей всего 15 лет. По словам тренера, Эрика Кварчи подтвердила норматив мастера спорта, который она выполнила пару месяцев назад. Первенство России по настольному теннису, в котором принимали участие порядка 20 команд, проходило в Славянске-на-Кубане с 11 по 15 декабря. Эрика Кварчи занимается настольным теннисом, 4 года учится в Самарской школе Олимпийского резерва. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в четверг 19 декабря в Абхазии ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 9, днем до плюс 17. На этом все за развитием событий. Следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова